ДЕВАМ-ДЖАТИ ВИДАНАСЬЯ ДАРМИ КАСЬЯТТА ДАКАГА ПУРДВА ЧЕТРЕНА ГАЧЧАНТИ ПРАНАСТАСЬЯ СУКЕЙАХИ КАЛАБАЙРАВА КАРМА Видите ли, Калабайрова карма по своей природе отличается от Калабайрова шанти. Если мы говорим о людях, которые мертвы давно, давно означает, что они мертвы более 48 дней или 90 дней. Если, скажем, они мертвы более 9 месяцев, они давно мертвы. Один год, два года, десять лет — разница невелика. После 12 лет, после 11,5 лет, после 4356 дней — разница есть. Но в пределах этого… Если человек умер, видите ли, проблему в следующем. Нужно понимать, что в социальном плане, здесь для нас, смерть есть смерть. Не имеет значения, как это случилось. Человека больше нет. Это все, что мы знаем, находясь здесь. Но смерть не для всех одинакова, как и жизнь одинакова не для всех. Каждый день рождаются миллионы детей. Все они проживают жизнь одинаково? Точно так же. Миллионы или сотни тысяч людей умирают каждый день. И смерть не происходит для них одинаково, потому что смерть — это лишь другое измерение жизни. Жизнь не проходит одинаково у всех людей. Так же и смерть не бывает одинаковой для всех. Все зависит от того, как она происходит. Итак, шанти — это определенное усилие. Если нужна какая-то помощь, мы хотим оказать помощь нашим предкам, нашим прадцам или дедам, или отцам, или матерям, или кому бы то ни было. В чем же заключается помощь, которую мы пытаемся предложить? Что мы можем сделать? Я продолжаю использовать эту аналогию в течение достаточно долгого времени. Это лучшая аналогия, которую я нашел. Это похоже на пузырь. По моему личному опыту, когда вы покидаете тело, в зависимости от того, на каком уровне эволюции вы находитесь, насколько тонка или толста ваша оболочка, происходят соответствующие вещи. Скажем, ваша оболочка, ваш пузырь слишком толстый. Он не может лопнуть. Он доберется до реки и отскочит назад. Что это за река? Река — это поток энергии. Такой энергии, которая не является ни жизнью, ни смертью. Совершенно иная энергия. За неимением слов можно сказать — это энергия. Это энергия, которая спасает вас, растворяет вас. В индийской традиции она называется вайтарни. Вайтарни означает спаситель, тот, кто умеет спасать. Итак, что это за спасение? Это не физическая река, это метафорическое выражение. Но есть поток энергии. Покидая тело, каждое существо естественным образом движется к этой реке. Кто-то отскочит назад, кто-то наполнится ею, кто-то легко пересечет ее, кто-то просто растворится прямо там. Итак, если кто-то пересек реку или отскочил назад, этим людям вы можете помочь. Если они отскочили назад или, если они все еще не пересекли реку, не будем говорить «отскочили назад», они все еще не пересекли реку, тогда вы делаете калабайрава карму. Возможно, они смогли пересечь реку, вы не знаете наверняка, но все же из-за толщины их оболочки и их собственных установок они могут проходить через это неприятным образом. Вы хотите принести им немного приятностей, немного шанти. Вы хотите срезать один слой их чепухи или чего угодно. Может быть, некоторые неприятные ощущения уйдут, а приятные появятся. Вот на что направлены наши усилия. Если они уже наслаждаются, все равно нужно срезать один слой, чтобы они полностью растворились. Наслаждение – это тоже ограничение. Как неприятное является рабством, так и приятное тоже является рабством. К сожалению, когда дело касается наслаждения, людям требуется больше времени, чтобы понять, что это рабство, с неприятными ощущениями. Очень легко понять, что это ограничение. Итак, вы пытаетесь привнести немного приятного, но вы не знаете наверняка. Может быть, ваш дедушка или кто-то другой уже растворился. Может быть, ничего делать не надо. Вы не знаете. Но все равно делаете это как долг, на тот случай, если ему это понадобится. Видите ли, вы прорабатываете это не только для одного человека, потому что есть определенная рунану-банда, соединяющая людей. Допустим, вы делаете Калабайра Вашанти для своего дедушки. Но ему это не нужно. Он уже ушел. Но, может быть, брат вашего дедушки, вы о нем даже и не думаете, но он может получить от этого пользу. Я надеюсь, вы не против помочь вашему двоюродному дедушке. Может быть, он вам не нравился. Я не знаю, как обстоят дела, но ему это может помочь. Так что можно помочь людям, связанных такого рода рунану-бандой. Помощь может быть оказана кому-то другому, кто даже не является вашим родственником. То, что вы должны продолжать делать Калабайра Вашанти, сохранилось как часть культуры. Неважно, там ваши предки или нет, мы этого не знаем. Возможно, они растворились, возможно, достигли мукти, или вернулись и родились снова, неважно. Просто продолжайте это делать, чтобы все связанные с вами люди могли извлечь из этого пользу. Питру Пакша означает… Питру означает не только вашего отца или деда. Каждый, кто является источником нашего существования – это наш Питру. Вы хотите, чтобы это произошло со всеми связанными людьми. Неважно, нравились они нам или нет, знали вы их или нет, но мы делаем что-то для связанных между собой людей, для которых мы можем что-то сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok